Друзья, всем привет! В этом видеоролике я вас познакомлю с текущими реалиями на авторынке. Как люди покупают новые автомобили по новым ценам с желанием в дальнейшем их перепродать еще дороже. Оперативная съемка осуществляется. Вчера был магнат по недвижимости, сегодня становится магнатом автомобильных. Не, сейчас барыга, я вниз двинулся по лестнице социальной. Сюжет будет насыщен по информации. За этим столом я буду давать лишь краткие комментарии. Но основные действия будут происходить на севере Москвы, куда мы сейчас с вами переместимся. Значит, как вы знаете, везде закручивают гайки, все блокируют. На ютюбе убрали полностью монетизацию, спонсорство и так далее и тому подобное. Пофигу, мне сегодня бог дал спонсора в этом выпуске. Поэтому ссылочка на него будет в описании, чуть позже вас с ним познакомлю. Если вам нравятся мои сюжеты, вы хотите продолжать их смотреть, все соцсети Рутуб, Яндекс.Дзен, Телеграм-канал, активные ссылки в описании в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь обязательно. Вдруг что, там буду продолжать вести свою деятельность. Итак, друзья, мы с вами переносимся на север Москвы, в район Химок. Сегодня у нас 9 марта 2022 года. Мы с вами можем наблюдать, как человек, который занимался недвижимостью, становится потихонечку перекупом или же автомагнатом. Короче, вот эти 10 автомобилей приходят с Санкт-Петербурга. Вот очень хороший вопрос, очень частый, который возникает у многих людей. На хрена сейчас покупать машины? Вы что, все с ума посходили? И он их купил уже по новой цене, то бишь уже с поднятием. Но еще не критичным, да, не максимальным поднятием. Для чего? Если компания Шкода и Фольксваген, ну вообще этот ВАГ-групп в целом, сдержит свое слово и действительно уйдут с нашего рынка, а не так, как это сделал, например, на сегодняшний день Тойота, Лексус, 4 дня их не было, потом они заявляют официально о том, что они возвращаются, то вот этих автомобилей когда-то официально продаваться в России больше не будет. Пройдет там месяц, два, три, полгода. В любом случае автомобиль, да, доступный сегмент, он будет востребован. Уже сегодня, когда мы только покупали автомобили эти, грузили, московские дилеры готовы были выкупить эти машины, вот все, что есть, примерно с ценой плюс 100-200 тысяч. Самый доступный автомобиль на автоматической коробке передач сюда приехал по цене примерно, вы вдумайтесь о Рапид, миллион семьсот пятьдесят, а 1.4 на Турбо пришел по цене примерно миллион девятьсот. В Москве в этот же момент официальные дилеры Шкода предлагали Рапид на автомате примерно два сто. Понятное дело, что есть такая вахханалия на рынке, никто не знает, как торговать. Но в дальнейшем, если автомобилей действительно не будет и их не будут продавать, то, соответственно, с тачками будет жопа самая натуральная, а они будут нужны. Отсюда вопрос, по какой цене их можно будет продать. С одной стороны, можно по-быстрому здесь и сейчас их уже реализовать, и я думаю, с десяти автомобилей заработать один миллион. А можно подождать, и в дальнейшем, соответственно, можно их пульнуть еще дороже. Абсолютно все автомобилисты и автолюбители в рамках конца февраля и марта месяца обсуждают, как цены на новые автомобили улетели в стратосферу. И этих автомобилей становится все меньше и меньше. Но уже сейчас менеджеры по продажам утверждают, что весь трафик с новых автомобилей перетекает на вторичку. Вот эту машину я купил за миллион семьсот. Сегодня я могу ее продать примерно за два с половиной, а то и три миллиона рублей. Да-да, вполне возможно, найдется желающий. И вот именно сейчас, как никогда, всем тем, кто будет присматриваться ко вторичке, пригодится вот такой приборчик, который лежит у меня в кармане. И это, ребята, толщиномер от компании CarSys. Сам по себе прибор очень простой в использовании и, можно сказать, работает из коробки. Хотя все для того, чтобы его настроить, идет в комплекте. Ну вот смотрите, прикладываем. Реально быстрая скорость чтения. 210 микрон. А вот здесь 100 микрон. О чем это говорит? Что капот у меня красился. Да нет, на самом деле здесь просто идет защитная пленка. 220. Ну вот 210-220 разбег. И таким образом вы можете обойти автомобиль и понять, какие элементы здесь красились. А если, например, здесь будет шпакля, то он может показать там 300-400 микрон. Все зависит от того, какая толщина будет наложена. Ссылочка со всеми подробностями по прибору уже ждет вас в описании в первом закрепленном комментарии. Вот эта вещь незаменима при покупке вторички. Сегодня вы можете дистанционно посмотреть отчет по автомобилю. Но если, например, с ним что-то делалось, красилось, ремонтировалось, и это не попало в базу данных, вы об этом из этой базы, собственно, и не узнаете. Логично. Я пользуюсь им уже больше года, и на самом деле за это время даже батарейка еще не села. Он устойчив к перепаду температуры. У него есть огромное количество настроек по металлам. У него есть возможность смотреть различного рода изгибы. Это прям специально для тех, кто хочет найти себе максимально идеальный автомобиль, чтобы не было даже малейшей какой-то локальной окраски. Поэтому с помощью вот этого прибора вы как минимум обезопасите себя при покупке автомобиля с пробегом, да даже если и нового. Ведь новые автомобили тоже, бывает, подкрашивают. Парни, Корсис ждет вас по ссылочке в описании. Покупайте и смело пользуйтесь им на здоровье. Друзья, как я вам сказал, в данном ролике у нас спонсор толщиномер от компании Корсис. И вот вам живой пример. 10 машин покупает одна вот эта с крашенной дверью. Но прикол заключается в том, что дверь красилась на заводе. Дилеру, которого мы машину брали, я их знаю, менеджер, давно с ним работаю. Я говорю, что было? Он говорит, мы не делали 100%. Потому что когда дверь красит от дилера, они открывают заказ-снаряд. Он говорит, мы этого не делали. Если бы мы это сделали, это попало бы в базу. Я бы тебе в любом случае сказал. Я склонен ему доверять. Вы же можете сказать то, что где-то подвох, вранье и так далее. Соответственно, все те, кто спецы, пожалуйста, ребята, вот я вам снимаю ее. Можете посмотреть. Это единственное. Все остальное по машинам все в идеале. Также добавлю, что у этих Рапидов бывает один косяк, связанный с передним бампером. Когда на заводе их ставят, говорят, они не всегда ровно встают. И их нужно подправлять. А подправляют их путем того, что поднимают капот. Там болты есть. И они их подкручивают. Соответственно, срывают. И потом точно так же их подкрашивают. И подкрашивают относительно небрежно. Потому что была у нас ситуация, что мы в Москве забирали автомобиль. Человек приехал, белую тачку забирал. Открыл капот и увидел вот эти подкрасы. Он отказался от автомобиля. Сказал, что для меня это новая машина. Я хочу, чтобы все было идеально. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Значит, вот они. Болты вот эти вот, в частности. Вот раз, два, три. Вот они были подкрашены. Дим, вот, видишь, подкрашен болт. Ну, реально, то есть, есть, да, другой цвет краски. Вот второй. Третий. Но, по сути, подкрашен вот этот, походу, и вот этот. А этот вроде нормальный. Но крыло, вот оно и тигру не крашено. Никакое, абсолютно. То есть, это вот сто процентов мы толщиномером проверяем вот эти все вещи. Я думаю, это на заводе просто. Ну, такое бывает. Мы такое встречаем иногда. Опачки. Присаживаемся с вами аккуратненько за руль. Блин, друзья, ну, кто бы что ни говорил, новая машина. Есть новая машина. Запах нового автомобиля. Все свежее, красивое. На самом деле, машины уже давно пошли технологичные. И, соответственно, знаете, очень часто бывает спорят о том, что вот-вот там раньше был дешевле. Но раньше и машины были по комплектациям гораздо проще. Если рапид в топе взять, там действительно, как говорится, есть все, что нужно. Но, опять же, с другой стороны, сидя вот в этом автомобиле, понимать, что он стоит там 2-2,5 миллиона рублей, да, в пике будет стоить. Да, это, конечно, жесть. Сейчас там самый простой, говорят, там, миллион 800, миллион 750 на автомате, они просто отлетают, как горячий пирожок. Поэтому страшно, конечно, куда все это движется. Я лично для себя сделал вывод один, что мне тачка нахрен не нужна. Все те, кто мне говорили, вот, что ты там вкладываешься в эту БЭХу. Кто же знал, да, кто же знал, что будет, по факту, я так думаю, так, сколько, 6 лет, так, ну, лет 10 точно покатаемся, а там, как говорится, видно будет. Лишь бы не было вот этих боевых действий, поскорее бы все это закончилось и вообще нормализовались. Даже уже пусть там в изоляции от всего мира, как-то надо выживать, как-то надо двигаться. Нам с вами точно бежать некуда, ну, простым людям, там, переезжать в другие страны с паспортами. У нас ничего нет. Но я предлагаю сделать это обратно. Давайте сейчас позовем Андрюху и с ним вживую пообщаемся и послушаем, вот, в первую очередь, его, что он думает по этому поводу. И нафига он вообще втягивается вот в эту авантюру. Казалось бы, занимаешься недвижимостью, ну, занимайся дальше, покупай. Зачем ему все это надо? Андрюх, здорово. Привет. Слушай, вот скажи людям, после выпуска всем писали, а умный пацан, тебя можно слушать. Вот нахрена тебе это надо? Вот у тебя есть деньги. Чего ты не стал покупать себе квартиры, вкладываться в недвижку? Я не знаю, там, покупать квартиры за границей, выводить деньги за границу. Ну, вот что-то делать, а ты пошел в авантюру и начал покупать автомобили, в которых, откровенно говоря, вот именно в ценообразовании ты не до конца на сегодняшний, по крайней мере, разбираешься. Первый раз в жизни приехал к дилеру Шкода. Я вообще не знал, какие там модели, да? Модели Дмитрия мне подогнал, если что. Поэтому, если это хрень рапидный, да, то вопрос к нему. Он сказал, что ликвидный. Значит, смотри, все просто. Основное мое благосостояние, скажешь, оно в недвижке. Я ничего с этим сделать не могу. Все, вот оно там зафиксировано. Недвижимость, она как есть, так и есть. Она будет падать в цене сейчас, да? Она сейчас выросла на хайпе, но если посчитать относительно общего уровня цены, она упадет в стоимости в валюте, так точно. Да, то есть благосостояние всех людей в России, и меня в том числе, сильно просядет. Но с недвижимостью в моменте сделать ничего нельзя. То есть мы работаем, как дальше собираем арендный поток, общаемся с арендаторами, все, движемся. Дальше есть какой-то запас свободного кэша, если хочешь. Есть несколько вариантов оставить их в рублях, там, купить по дешевке акции, хотя рынки до сих пор еще не открылись. Мы снимаем это 9-го числа. Я не знаю, поменять валюту в свое время, да? У меня была часть валюты, я продал на хаях, там, поменял обратно на рубли. Сейчас валюту, например, я вообще никому не советую менять, потому что все идет к тому полнейшему запрету валюты на территории России. Менять рубль на валюту? Да, менять рубль на валюту, потому что если она у вас была, то оставьте ее лежать, да? Но менять по этим курсам, по очень высоким курсам бессмысленно, потому что, скорее всего, вы не сможете ей вообще расплачиваться, вы должны это понять. То есть, будет запрет, будет два курса. Один курс вне России, другой курс внутри России. Абсолютно разный. То есть, если вы захотите что-то купить за валюту в России, это либо будет черный рынок под запретом, там, и три года тюрьмы вам, либо будет курс какой-нибудь там от балды поставленной ЦБ, там, мол, 100 рублей, когда внешка будет 150, к примеру. Машины что такое? Машины это более ликвидный инструмент, нежели недвижимость, да? То есть, их легче продать, они меньше стоят, там, меньше чек. Поэтому идея была такая, я убираю деньги в реальные активы, которые, да, ты будешь терять в благосостоянии, но не так сильно, как с бумажными деньгами, если хочешь. То есть, что, я купил не только машины, я купил бревна, да, дополнительный запас бревен, стройматериалов, базальта, 22 фуры базальта, можешь себе представить сколько? 22 евро фуры базальта. Это туда, где у вас этот слабоской лес? Да, слабоской лес, потому что это идет, базальт используют как в каркасных домах, так и везде, это крыши утепляют, межэтажку утепляют, там, пол утепляют базальтом. То есть, это такой ходовой материал, который всегда будет использоваться, и он точно подорожает. Хотя, производство его локализовано, мы должны понять, от инфляции подорожает все точно, да? Где-то на треть-пятьдесят процентов, это сто процентов будет рост. Если больше этого не будет, это хорошо, нам повезло, все здорово. Я боюсь, что будет даже больше инфляции. Поэтому я вкладываюсь как бы в реальное, да? Машины, извините, я перебью, как бы машины, это более ликвидные истории, чем стройматериалы. То есть, вот купил я бревна, к примеру, ну бревна же как-то продать людям, тебе нужно бревно? Нет, не нужно. И большинство людей тоже. То есть, это больший срок оборачиваемости. Машина гораздо быстрее. И вот я первый начал покупать премиалку, то есть, иксы. Почему иксы? Потому что, ну, люди боятся, у них как бы деньги исчезают, они просто вложу, как бы, вот, куплю, будет машина. Откладывал покупку, и люди вкладывают в иксы, и вот в BMW-шки, да? Не последние деньги. Ну, кто вот за 15 миллионов последние деньги вложит? Это обеспеченные люди, да? То есть, они более оборачиваемые. Skoda, это такой народный автомобиль, он медленнее дорожает, да? Но плюс его в том, что он, как сказать, он будет полномерно изменяться в цене. Он не будет скакать вверх-вниз, да? В отличие от той же премиалки. Ну, как-то так. Друзья, здесь, на самом деле, прикольнее даже другое. В один прекрасный вечер, еще там, я не знаю, до марта, ну, как прекрасный, в кавычках, естественно, поступает звонок от менеджера, с кем я работаю, там, от данного салона в BMW, что, слушай, а ты знаешь, что у нас тачку-то покупает? А, хорошая история. Андрей Андреевич скребко, я такой думаю, как? Я думаю, ну, вроде как, я подписан на тебя в Инстаграме, он на меня, думаю, он мне лично сам не звонил. Рассказываем? Да, да, еще расскажем, да? Я сейчас ремарку сделаю. Вот благодаря этой истории мне уже YouTube-канал окупился, да? Машина, изначально, реальная цена, X5 30D M Sport Pro комплектация, стоит 8 миллионов, там, 600 тысяч рублей. Дилер говорит, Диман, мы ее продадим с наценкой миллион. Я говорю, окей, все, без проблем, сейчас сделаем. Когда я узнал, что покупает в итоге он, я ему звонил, говорю, тебе за сколько машину предлагают? За сколько тебе ее предлагали? 11. 11. Друзья, вы вдумайтесь, и он относительно готов был покупать, относительно. Да, я думал, как бы. Прикол-то в чем, в итоге он ее забирает за 9,690, напрямую от дилера, все как положено. Он дал чаевые менеджеру, мне все остались довольны. В любом случае он сэкономил лям. Так еще, прикол-то в чем, за сколько у тебя его готовы были купить, или у тебя уже его купили? Нет, еще не купили, за 13,5 были готовы забрать прям сразу. Это буквально через несколько дней, вы вдумайтесь, сразу плюс 3,5 миллиона падает сразу в карман. Как вам такое? А я вам больше скажу, что вот эта конкретно версия, она на сегодняшний день торгуется по цене 13. Это считается пипец как дешево, ну посчитается, по крайней мере. 13 уже не найти, я смотрю. 15, 16 это уже как бы потолок. X7, который ты брал, они сейчас торгуются 17, 18, 19. Я X7 взял в воскресенье, до того, как у нас вот эта вот чехарда с падением рубля до 120, все остальное было. Я в воскресенье его купил за, ну совсем вместе, 9,7, да, вместе с благодарностью хочешь, 9,7, да. Все, сейчас они торгуются 17, баснословные деньги, но это премиальные автомобили. То есть вы должны понять, люди, которые могли себе позволить автомобиль там раньше за 20 миллионов, сейчас купят за 10, те, кто за 30, купят за 15, они все потеряли благосостояние, но у них есть лишние деньги. Эти машины так быстро дорожают, потому что у людей есть какой-то лишний кэш, да, и они думают, дайте я хоть что-то куплю, как бы машина лучше, чем ничего. И еще хочу детально подсветить вопрос касательно покупки автомобиля сегодня. Читая комментарии в инстаграме, всегда натыкаюсь на тех, кто говорит, вот идиоты, вот из-за таких барыг, как Скрипко, люди себе машину по нормальной цене купить не могут, мол, из-за них цены вверх идут. Ребята, цены идут из-за роста курса доллара, раз, из-за того, что бренды уходят из России, приостанавливается производство, с машинами становится дефицит, а что-то продавать нужно. Поэтому цены и растут, а не потому, что люди приходят, их покупают. Огромное количество людей покупает автомобиль, как я уже неоднократно говорил о том, для того, чтобы просто спасти свой рубль. Да, есть те, кто говорят, я вот хочу купить, а в дальнейшем перепродам подороже. Имеет он на это право? Имеет полное право. Надо только не забывать, потом налог заплатить за прибыль. А так, ребята, пожалуйста, двери открыты автосалонов, идите, покупайте. Кто с головой, кто уже по истории всё помнит, в первые дни сразу же кинулся покупать автомобили. С Белоруссии люди точно так же приезжали. Многие, кто хранил в долларах, в евро, они говорят, ну, сейчас разменяю там на верхах курс по курсику, по адекватному, и уже куплю вроде как с небольшой ценой. Все те картинки, которые мы с вами можем наблюдать в социальных сетях, когда там показывают какой-нибудь задрипанный Е-класс базовый за 16 миллионов, когда показывают какую-то машину за 30 миллионов рублей. Вы поймите, я могу сегодня выйти на улицу, сфотографировать свою машину, выставить её на продажу, BMW 520-16 года, за 7 миллионов рублей. И эта фотка может зафорситься, везде гулять, и будут говорить, да вы гляньте, уже на вторичке, BMW по 7 миллионов продаёт. Вопрос, кто её купит? Кто её купит? Показывают, Lexus NX новый, там в базовой версии, 14 миллионов рублей, да пусть он хоть за 24 стоит. Это просто выставили машину, цены написали на дурака, и сядут, смотрят со стороны, смеются о том, что это все обсуждают. А что толку это обсуждать? Вы покажите людей, которые массово будут скупать эти машины по этим ценам. Таких на сегодняшний день я не знаю, ни одного. Вот ни одного не знаю. Поэтому здесь тоже нужно владеть информацией, делать выводы, можно написать всё, что угодно. Как говорится, на заборе тоже написано. Факт, люди боятся дефолта, люди боятся того, что хоть что-то сохранить в товар, так же, как Андрей рассказывает, покупайте. Но здесь важно, и правильно он сказал, что покупать нужно по вчерашним ценам. Купить сегодня машину уже с наценкой, с новой ценой, с космической. И надеяться, что потом ты ещё продашь. Возможно, это получится, а возможно, это не получится. Поэтому будем следить за ситуацией, за тем, что происходит на рынке, и держать вас в курсе. Подчёркиваю, я всегда рассказываю, как есть. Поэтому комментарии открыты, согласны вы, не согласны. Если вы считаете то, что нужно травить фас, чтобы один автомобиль в одни руки, да пожалуйста, пишите всё, что вы считаете. Вот такая жизнь происходит сейчас, и я исключительно показываю её реалии. Как люди выкручиваются, как люди пытаются приумножить свои капиталы. С Андреем мы записывали отдельный сюжет. И те, кто его смотрел, после публикации в Инстаграме, я делал сториз, когда машины принимали. Позлорадствовали, мол, а раньше-то в Европе жил финансистом был, работа стабильная была, не парился ни о чём. А в России как тебе? Уже до барыги скатился. Я решил задать этот вопрос напрямую Андрею и попросить, чтобы он на него ответил. Давайте послушаем ответ. Вот машинки мы и доставили ко мне на базу на Алтушке. А вчера, когда Дима выложил у себя в Инстаграме пост о том, что я купил столько автомобилей, там Шкода. Люди многие в комментариях написали, вот, вернулся в Рашку из крупного финансиста, потом стал заниматься недвижкой, а сейчас скатился до барыги автомобилями. Значит, что я хочу вам на это сказать, да? Мол, посыл такой, нафиг вернулся, да, что надо было там сидеть. Смотрите, я в Россию вернулся не потому, что здесь жить легче. В каком-то степени здесь всегда было жить тяжелее. Здесь жить быстрее, больше суеты. И то же самое, как люди из Краснодарского края, они, в принципе, более медлительны, чем люди из крупных мегаполисов, как Москва и Петербург. Но это моя родина. Я горжусь, что я русский. Мне не стыдно от того, что я русский. И я пытаюсь в каждом моменте своей жизни делать максимум того, что я могу. То есть вот сейчас я могу как-то сохранить деньги, что-то сделать с помощью купли-продаж автомобилей, там, строя материалов и тому подобное. Поэтому я кручусь и делаю все, что от меня зависит в любой момент времени. А как в итоге будет, это зависит уже не от меня. Главное, чтобы у вас самих и была совесть чиста, я руководствую всегда этим принципом. Я делаю всегда, стараюсь делать все по совести и не лежать на жопе смирно. Или я не знаю, как это выражение, я забыл, короче. В общем, ровно, вот мне подсказывают. Не лежать на спине ровно, да, а что-то делать, крутиться-вертиться, делать, что могу. Поэтому барыга ли я, ну, спекулянт, звучит получше. Просто старайтесь, ребят, в общем, как-то приспособиться к обстоятельствам. А что было бы лучше и как, это пустословие. Потому что история не любит сослагательного наклонения. Никто не знает, что могло бы быть в другой ситуации. Может, я полетел бы на малазийском Боинге и вообще меня бы не было. Поэтому не будем гадать, живем в реальности, не паникуем, держим кулачки. Ничего я купил Шкоды, потому что когда я стал покупать с тобой, ты мне сказал, ценник Шкод, нормальные иксы уже купить было невозможно. Нормальные вообще, не ГЛЕ, ничего, премиалки уже нормальные. Под каким-то более-менее адекватным ценником вообще не было, да. Поэтому я просто спустился в категории, которая подорожала меньше относительно, понимаете. Сейчас, например, говоря, вот Шкоды, они тоже уже дорогие. Я вчера был в салоне, они все за 2 миллиона продаются, да. То есть уже не вариант. Что сейчас можно брать? БУшки еще так сильно не выросли, да. То есть БУшки еще запаздывают в цене. То есть вы должны пытаться... Народ спит, потому что еще некоторые. Да, да, потому что вы должны как бы пытаться купить то, что еще... Ну, рубль ваш обесценивается. Понятно правильно, он реально обесценивается. Ну, это 130, там, 150 он вчера торговался. Можно, ну, как закрытые торги были, биржа, Мосбиржа закрыта была. Ну, там на Комиксе, на ОТС, ну, если нам вне биржи, он торговался по 150. Ну, то есть считайте, ваш рубль, вот ваше благосостояние упало, ну, в полтора раза сотни, да, когда он был за сотню. Поэтому вы должны пытаться купить то, что еще плюс-минус подорожал там на 10-15 процентов. Не так сильно. Потому что все будет переоценено. Поэтому пытайтесь купить то, что как, я не знаю, как там, вот я покупал, например, в дом, там, сразу все люстры купил, у меня там на дачу надо было. Потому что ценники еще были старые. Ну, то есть их еще не индексировали, их купили по старым ценам. Я их приобрел. Если вам что-то нужно для дома, бытовая техника, что угодно, если получат купить по плюс-минус приемлемым ценам, возьмите. Да, это как бы главный совет. Не надо пытаться на этом спекулировать. Надо брать 25 холодильников. Вы замотдохаетесь их хранить. Да, это кажется, вот идея, Андрей купил 10 шход рапид, типа, здорово. Но у Андрея есть здание, есть территория, где поставить эти машины. Вы не забывайте, что машины же новые, не застрахованные. Их нельзя просто так вот в дворе дома поставить. Их сопрут, и все, и что вы будете делать? Да, поэтому риски есть. Твое видение, что ты себе не будешь делать? Там пройдет какое-то время, там, энное, да? Ты как думаешь, что ты их будешь просто поштучно продавать? Или как? Посмотрим. Там было несколько вариантов, ты сам мне предлагал, говорит, давай под такси сдавать в аренду, да? Либо под реализацию, под продажу. Вариантов, на самом деле, много. И вот здесь возникает хороший вопрос. Что в дальнейшем делать с машинами? С одной стороны, самое простое, это продать их просто с наценкой дальше и что-то с этого заработать. Но, на мой взгляд, если так действительно все и будет, что машин будет прям так мало в России, то их лучше всего использовать как доходное авто. Попробовать их перерегистрировать для такси, под доставки, еще что-то. В общем, под любой коммерческий бизнес, чтобы с этих машин можно было получать деньги год, два, три, четыре, пять, а потом еще их и продать. Глядишь, еще дороже, чем купил. Всякое может быть, как показывает практика, это нормальное явление. Купить машину сегодня за миллион семьсот, и через пять лет продать ее за плюс пятьсот тысяч к цене. Но здесь есть и свои риски. Это может показаться, о, куплю, сдам, будет денежка капать, а я буду на диване лежать. Как вы знаете, эксплуатация автомобиля, не дай бог, кто-то его разбил, проблемы с запчастями, цены выросли выше, нужно автомобиль касковать, это дополнительные расходы, это дополнительная ответственность. Кто-то может взять автомобиль, уехать и потом бегая за ним, прыгая, ищи эту машину. Это все риски. Поэтому здесь нужно подойти максимально грамотно к вопросу. И те, кто этим занимаются, те, кто скажет, опа, десять машин, это интересно, мы могли бы предложить. Почта на экране, пишите, предлагайте, будем обсуждать. Сегодня, можно сказать, да кому не нужны, посмотрим, что будет в ближайшем будущем. Просто с этими машинами я более спокоен, чем с BMW. Почему? Потому что, если будет совсем плохо, да, то BMW за 30 миллионов никто не купит. То есть, если рубль там сейчас упадет в три раза, просто потому, что у людей нет денег, вы должны понять, да, цены не могут расти вечно. То есть, даже самые богатые станут нищими когда-то. Шумит нам, мешает, нормально. Реально, 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 реально. Деньги, деньги, пацаны, время идет. Но вот эти автомобили, они останутся в цене и в ходу, потому что на них люди и пересядут. Поэтому я их сейчас оставлю на какое-то время, мы посмотрим, как рынок вообще устаканится или не устаканится. Если вдруг каким-то чудом рынок устаканится, и слава богу, я их продам плюс-минус за те же деньги, и буду рад, что я как бы сохранил просто покупательскую способность денег вот в машинах. Еще планы есть покупать тачки или пока сейчас, как бы, достаточно? Ну, я там вчера с Ярославом Ефремовым встречался же, в Питере, знакомый мой, что-то покатался на Порше, он говорит, Андрей, давай купим тебе бэушный дизельный Порш, если что, перепродажь. Вот сейчас он едет, смотрит, может, куплю себе Порш, просто останется, как бы, машина в гараже. Ну, сам поедешь, потому что в бэушку можно поесть, я что всегда перепродам. Больше пока тачки я покупать не хочу, но, во-первых, вы должны посчитать по деньгам, да, это 60 миллионов рублей в машины я вложил, да, так-то уже, да, так-то сумма вообще немаленькая. Плюс, ну, они уже все подорожали, и брать по... Смотри, как я считаю вообще, как я считал при покупке машин, очень просто, я брал ценник машин при курсе, который был 75-80, да, и считал, насколько машина у нас выросла, да, в процентном отношении. То есть, так же и по остальным материалам. Вы должны понять, что девальвация рубля будет, ну, порядка... Если 50%, это вообще идеальный вариант, идеальный сценарий. Что такое 50%? Это, грубо говоря, курс, ну, 105, да, 100-105, это вот девальвация рубля на 50%. Это идеальный сценарий, да, то есть, если машина подорожала, например, на 15%, да, это значит, что она выгодна, она будет дороже через полгода точно на 30%. Ну, просто чудес не бывает. Поэтому... Что, наши тачки пригоняют, что ли? Слушай, а вопрос такой, а что ты не стал, например, однушечку купить? Двушечку? Или вот там три однушечки сдавать их сразу? Ну, опять, во-первых, недвижка любая, да, любая недвижка, она менее ликвидная. Второе, при покупке жилой недвижимости очень важно учитывать все юриски. Вы должны понять, что нужно проверить всю цепочку перехода права собственности. Если где-то она была нарушена, да, то вам могут сделать всю реституцию сделок. Ну, да, да. А по жилой недвижке очень опасно, гораздо больше опасно, чем по коммерции. Там могут быть неправильные правонаследования. Например, выписали несовершеннолетнего там члена семьи и продали. То есть, там много, где можно откатить. И покупать, да, вторичку быстро, тяжело. Можно купить первичку. Но вы должны понять, что первичка определяется в основном ценой от ипотеки. То есть, сейчас ипотека у нас пойдет на спад, да. Поэтому я не ожидаю, что жилая недвижимость сохранит свою ценность, если хочешь. Потому что она на хайпе подлетит, потому что люди сейчас деньги куда-то распихивают. Но в какой-то более-менее адекватной перспективе она точно просядет. Жилая недвижимость целиком диктуется ипотечным спросом. Коммерческая недвижимость целиком диктуется арендным потоком, который она может приносить. Вот вы можете просто от этого отталкиваться. Андрюх, слушай, скажи такой момент. Вот просто даже интересно твое мнение послушать. Вот на сегодняшний день нам там говорят, Макдональдс уходят. И я такой, о, класс, будем правильнее питаться. Ты слышал шутку, извините, я перевел. Слышал шутку, что российская делегация на следующих переговорах попросит Биг Мак, картошку и колу. Так сказать, подписан, подписан на ваш инстаграм. Смотри, вот уходят они. Да, с одной стороны вроде похеру, с другой стороны рабочие места теряются. И вот все, что уходит с нашего рынка, вопрос. Как ты считаешь, вот в реалиях наши смогут это все по-быстрому как-то в рамках года-двух заменить так, что будет не Макдональдс, а на Нональдс, блин? Ну, смотрите, во-первых, год-два это ни хрена не быстро. Ты сейчас скажи человеку, что он должен год без работы сидеть. У людей, мне кажется, по статистике там у людей запас на несколько месяцев. Ну, типа два месяца у них они могут просто существовать на текущих средствах. Дальше нужно найти работу. Что касается общепита, сельхожки, мы можем все это сделать, проблем не будет. Я не вижу большой проблемы ни по фруктам, ни по овощам. Там Азербайджан, соседние страны. Ни по одежде. Да, то есть, ну, понятно, вопрос там Италии. Но какая-то одежда у нас шьется, шить ее можно, в этом проблемы нет. Проблем по всему высокотехнологичному. То есть, это гаджеты, везде, где есть приложения, софтвер. Вот, например, я сейчас думаю, как я буду оплачивать Lightroom. Там в Lightroom, я же люблю фотографировать, там подписочка есть. Я плачу ежемесячно. А если Visa, MasterCard больше не принимаете, я не могу оплатить Lightroom. Вы, кстати, все подумайте, что вы будете делать с вашими чудо-подписками. Поэтому все, что касается программного обеспечения, высокой технологичности, мы не заменим ни в какие, даже год-два мы их не заменим. Мы можем упростить, да, ну, то есть, грубо говоря, был у вас iPhone, станет у вас Nokia. Помните, кнопочная. Какая-то новая вышла от отечественного продукта. Ая какая-то, Яя какая-то там за 15 тысяч. Ну, я видел, я видел, что там. Говорят, хорошо, звонишь, и хорошо слышно. Ну, вот, главное преимущество, главное преимущество. То есть, мы можем упростить, вы должны понять, нельзя заместить. Но это целое научное бюро тоже работает. Они же там не два дурака сидят, которые в подвале собирают, да. Это тоже сложный технологический процесс. То есть, мы можем заместить простой технологический процесс, но это не быстро. Выстроены какие-то цепочки, да, то есть, поставщики, покупатели, производственные цепи выстроены. Здравствуйте, Владимир. День добрый. Подскажите, это не все? Откуда? Откуда? С транспорта. Нет, ну, вот это наша машина. Она, я понял. Прости. Пожалуйста. Видите, уже покупатели приходят. Лайф, уже, да, уже типа, почем машину купить? Прикол, конечно. Так что, что вам еще сказать? Короче, смотри, сказать хочу следующее. Я, на самом деле, после общения с ним в том самом сюжете заинтересовался одной темой по его бизнесу. Что это за тема? Я все ему говорю, пойдем в баню. Да я не могу в баню из-за этих кризисов. Ну, все не могут, но я ему говорю, типа, Андрюх, пойдем. Почему? Хочу ему дорисовать картину. Вот если он скажет, типа, о, реально тема, скорее всего, выйдет отдельный сюжет на канале, где эту тему уже можно будет раскрыть. Ну, просто, чтобы ее раскрыть, это нужно не вот так, знаешь, там, на коленке, или в ватсапе. Да в банке посидеть там, попасться. Надо донести. И на самом деле, на мой взгляд, там идея очень крутая, которую вот многим из вас просто зайдет, все скажут. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что они скажут, о, Машков, бля, красава, вот надо, надо, я брякнул, или мне показалось? Ну, мы запикаем. Красава, то, что действительно, это то, что нужно народу, особенно в текущих ситуациях, так ли это, или я тупо ошибаюсь, но вот вы потом в дальнейшем напишете. Короче, предлагаю делать следующее, разгружаться, двигаться потихонечку дальше, ну, а все подробности дайте позже. В любом случае, друзья, канал в описании, создал себе уже этот Рутюб, Диандекс Дзем, Телеграм. Все, все, загружаем, на Рутюб, на Телеграм, на Яндекс везде. Короче, оставим ссылки на него, переходите, подписывайтесь, также все наши новые соцсети, которые уже активно работают, пожалуйста, всех жду, особенно в Телеграме и Яндекс Дземе. Рутюб, это, конечно, мясо, загрузил туда два ролика. Они что-то мне не нравятся. Модерация, модерация, слетели, короче, так что, друзья, наше отечественное, будем поддерживать. А сейчас, ремарчик такой, мы вчера летали, когда забирали этот, мы летали победой, да, ну, то есть, билет дешевый, там, 6 тысяч туда-обратно вышел. Но смысл, что вот вам дают прочувствовать, да, что такое российские авиалинии, да, то есть, у вас на автобусе вас довезут, трап открытый, сука, холодно, да, там, ничего нельзя, ни чая, ничего нету, говорит, вообще ничего нельзя, вставать нельзя, менять сиденье нельзя. То есть, по максимуму прочувствуйте всю боль, да. Так что, как говорится, это, надо привыкать к приземленным реалиям. Зато, когда ты в следующий раз сядешь какой-нибудь зарубежный самолет, и тебе принесут кусок мяса, ты скажешь, ого, это что, мясо? Дим, когда это будет, то что, ну, только на картинках посмотрим, внукам его рассказывать. Надо сделать рывок, надо сделать рывок, и все будет хорошо. Короче, картина следующая. Сейчас огромное количество, на самом деле, людей покупало автомобили с желанием спасти свою рубль. Некоторые покупали с желанием, естественно, побырику тачку перепродать. И вот, на самом деле, многие даже не понимают, по какой цене ее потом продавать. То бишь, ну, в целом, в рынке не ориентируются. С одной стороны, плохо это или правильно, тут выводы делайте сами. Здесь сам факт того, что каждый хочет быть сытым, одетым, и, соответственно, куда-то там полторашечку пристроить. У кого-то это получилось, потому что, действительно, когда выложили пола, ребята, вы вдумайтесь, пола в РРЦ 24-го числа, они отлетали просто вот так вот, пароходами, люди забирали. А потом некоторые дилеры начали просто вести себя непорядочно. Огромное количество историй уже гуляет, что человек оплатил машину, вот мы с одной из таких столкнулись, вот сейчас, скорее всего, он будет даже судиться. Оплатил полностью, все, документы есть, все подписано, соответственно, только акт приема передачи подписать. Приезжает забирать, а ему говорят, типа, знаешь, руководство решило, что теперь нужно ее продать по новой цене, типа, плюс 600. То бишь, он отдал миллион четыреста за тачку, а сегодня надо ему отдать за нее два. Не нравится, мы тебе вернем все деньги, до свидания. Я говорю, ну вы что, чокнутые, это полиция, это Роспотребнадзор, вот все вот эти фасы, юристы, будем снимать. А нам пофигу, нам вообще, говорит, фиолетово, хотите, снимайте, хотите, не снимайте. Я это озвучил информацию человеку, он говорит, ну, с юристом сейчас проконсультируюсь, будем делать. Поэтому вот такая картина, вот так вот мы живем, даже не верится, что вот эти машины, уже некоторые, вот 1,4 в хороших комплектациях, перешагивают 2 миллиона рублей. Реально перешагивают. Серьезно говорю, были дилеры Московской, которые когда увидели цены, говорят, типа, мы купим, мы купим, давай, тащи сюда. Но сейчас, по идее, он и может уже продать. Но мне кажется, здесь действительно самый лучший вариант, это немножко подождать, посмотреть, что будет дальше по рынку и вперед. Самое хреновое, что может случиться, это какое-то чудо, это из серии первое, что Шкода, там, и все, там, вернулись на рынок, что все закончилось. Что рубль каким-то чудом, там, откатился, там, я не знаю, на 80-90 рублей. И что вот эти цены просели, официальные розничные цены тоже просели. Что такие все, а, теперь машину, которую ты купил за миллион 900, стоит официально миллион 700. Но такое может быть, может такое быть, мне кажется, такого быть вообще не может, только где-то в каком-то глубоком сне. Поэтому будем следить, смотреть, что будет дальше. В любом случае, всех вас будут держать в курсе. Подписывайтесь на все каналы, все, что есть, все активные, ссылочки в описании, один клик, и вы уже на новом ресурсе. Буду держать в курсе. Друзья, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok